Всем привет дорогие мои! Наконец-таки свершилось! Помните, я рассказывала вам о том, что сейчас снимаю макияжи и спрашиваю у прохожих реакцию на них. И если честно, для меня это был незабываемый опыт, так как подходить к незнакомым людям всегда очень страшновато, но я это сделала специально для вас, поэтому поторопитесь. Чтобы посмотреть этот ролик, вам нужно перейти по ссылке, которую я оставлю под этим видео в описании, на сайт make-up.ru, а также пройти очень быструю регистрацию. И обязательно досмотрите это видео до конца, потому что в конце вас ждет очень классный конкурс с крутыми подарками. Желаю всем удачи! Итак, всем привет! Наконец-то я снимаю это видео. Я люблю болтологические видео, вы знаете. Тем более, я, если честно, давно планировала снять видео про свои фавориты, любимчики, американские любимчики, все-все-все продукты, которые я вам сегодня покажу. Продукты, косметика, декоративная, еда, вкусняшки. Я это люблю, почти каждый день употребляю. И все-все-все это можно купить в американских магазинах. Либо, если вы не живете в Америке, вы можете это... Ну, практически все, я думаю, все можно заказать на сайте iHerb. Нашем любимом сайте iHerb. Они вам доставят в любую точку мира практически, я думаю, да. Ну, когда я жила в Казахстане, я заказывала сайт iHerb, мне без проблем всегда все доставляли. И в другие страны СНГ, они тоже без проблем доставляют все товары. И у меня здесь полный стол, я даже не знаю, с чего начать. Очень много продуктов. Хотелось как-то все рассортировать, но нет времени. Простите, я буду, скорее всего, показывать все как-то спонтанно, сумбурно, то, что под руку попадется. Поэтому, девчонки, запаситесь терпением, возьмите себе чаечек, конфеточек, печенек низкокалорийных и смотрите это видео. У меня, в общем, здесь есть и детский, и взрослый товар, косметика и так далее. Как и обещала, то, что под руку попадется, то и покажу. Итак, попался мне ароматерапия для ванны. И называется это пена для ванны, хотя это ни капельки не пена. Пены получаются совсем вот столичка. Если честно, если вы хотите ради пены купить этот продукт, то нет, не получится, потому что это не пена. Я не знаю, почему они написали, что это пена. Это не пена. Если я вижу какие-то симптомы первой простуды у себя, либо у ребенка, я делаю ванну с этой солью. Вы не представляете, насколько она ароматна. В этой баночке просто бешеный микс различных трав. Есть эвкалипты, пепперминт, лимон. В общем, много здесь всего прикольного, интересного, полезного для здоровья. Если какие-то маленькие симптомы, то все, я набираю ванну. Я отправляюсь в это аромооблако удовольствия, потому что на самом деле очень вкусно пахнет. Если вы любите травы, если вы вообще любите ванны, то если у вас есть дети, обязательно купите эту соль. Мне ее посвятила моя подружка, которая живет здесь, в Америке. И этой соли вам хватит надолго. Ну, примерно на... Боже, мне кажется, просто можно пару раз вдохнуть и уже вылечиться. Потому что она настолько эвкалипт здесь. Ой, супер, прям аж пришла в себя. Хватит примерно на 6-7 применений. Ну, это достаточно много. Не каждый день же мы делаем эту ванну. Но если какие-то первые симптомы, то супер, соль, супер. Продолжаю показывать советы подруге. Она мне еще посоветовала вот такие чаечки. Было у меня больше их, не знаю, потеряла где-то. Я заказала чаечек один для животика. Если проблемы с животиком, там какая-то тошнота, боли в животике. Вы можете заварить этот чаечек, дай попить. И действительно проходит, помогает очень здоровский чаек. А также я сама его пью. Он приятный из-за перечной мяты. У него немножко такой сладковатый есть привкус. И комфортный, вкусный. И Сар с удовольствием пьет. Нет ничего такого отталкивающего. Слава богу, у Сары очень редко какие-то проблемы с животом. И второй чаек тоже из этой же фирмы. Я обычно делаю так. Микс завариваю чаек. И потом Сара идет в ванну. Либо Сара идет в ванну. Затем она пьет чаек. И все очень хорошо, натурально. Симптомы простуды уходят. Давайте раз уж мы про чаечек, такая вкусненькая тема. Я покажу вам такие вкусные закусочки, которые я обожаю просто. Увидела я как-то в видео у Лены 864, у моей любимой, вишню в темном шоколаде. И очень захотела попробовать. Купила здесь 70% какао, черный шоколад. И я купила еще дополнительно клубнику в черном шоколаде. В общем, я вам честно скажу, и мне, и Саре больше всего понравилась клубника в темном шоколаде. Вишня тоже вкусная в темном шоколаде, но клубника, мне кажется, вкуснее. И пустая баночка у меня с уксусом яблочным. Потому что я его каждый день употребляю. Я его пью утром натощак. Чайную ложку, бывает иногда добавляю даже 2 чайные ложки на стакан воды чистой. И на голодный желудок выпиваю водичку, потому что чистую воду я не люблю пить, особенно по утрам. В течение дня я могу пить, но почему-то утром я не могу залить в себя простую обычную пресную воду. Мне становится как-то не по себе и тошнит, и я не могу глотать. Девчонки, я вам все время показывала это масло. У меня этикетка с него снялась. Она чаще всего, кстати, она снимается. Стеклянная баночка, примерно 500 грамм. Вам в Америке популярно это масло, и в Whole Foods оно продается во всех таких органических магазинах. Его любят американцы, потому что оно вкусное. Если вы любите вкус сливочного топленого масла, ну а если вы вегетарианец, либо вы хотите попробовать что-то другое, то я могу посоветовать вам другое масло, веганское. Кокосовая масса со сливочным вкусом. Ох, ничем не уступает. Ну, конечно, не такой насыщенный, не такой яркий аромат, как вот в этом топленом масле. Но зато, если вы вегетарианец, если вы хотите что-то такого сливочного, вы любите по утрам намазывать тосты, либо что-то там еще маслицем, и вам этого сейчас не хватает, я советую заказать кокосовое масло со сливочным вкусом. Оно тоже без ГМО, там каких-либо веществ можно в каши, в попкорн добавлять, в выпечку, жарить на нем. Что на этом, что на вот этом можно жарить. Саре по утрам на тост я мажу кокосовое масло. Еще у меня есть вот такое в стеклянной банке. Синяя стеклянная баночка, тоже стопроцентно органическая. Его можно добавлять в еду. Ой, запах потрясающий. Оно совсем немножечко, чуть-чуть-чуть сладковатое, очень вкусное, натуральное, вы можете его употреблять в еду, либо на себя мазать, на себя, на волосы, на тело, куда угодно. И вообще, я всегда вам говорю про кокосовое масло, то, что это мой must-have, я его обожаю, оно должно быть у вас везде всегда. Если вы хотите немного разнообразия, если вы устали уже от арахисового масла, то, что со мной недавно произошло, я пошла в магазин, и, конечно, в Америке огромный выбор масел арахисовых, просто отдельный, мне кажется, стеллаж. И я стояла, не знала, какое выбрать, и увидела вот такое миндальное масло. И плюс еще я купила с кешью, очень вкусное. Попробуйте обязательно. Миндальное вот это масло, оно есть на iHeart. Кстати, все ссылки я оставлю под видео. И оно более густое, оно более такое прессованное, что ли. Оно не тает при жаре, потому что все мои масла просто растаяли. У нас очень жарко, и это не тает. Это чисто такое мужское. Если ваш муж любит такие тоже масла, то закажите вот это, попробуйте, очень вкусное. Любителям чаечков я рекомендую попробовать вот эти два чая. Один у меня с жасмином, зеленый чай с жасмином, а второй персиковый черный чай. Ну, просто потрясающий аромат. И ко мне, когда приезжают гости, я завариваю их. Всем очень нравится. Под этим видео три ссылки на жвачки с ксилитолом, которые очень полезны для ваших зубов. Если вы любите жевать жвачки, то обязательно жуйте только с ксилитолом. Это с корицей. Если вы любите корицу, это такая еще термоядерная корица, которая сохраняет свой вкус очень долго. Мамулечки, мамочки, если вы следите за гигиеной зубов вашего ребенка, если вы не знаете, какой ополаскиватель выбрать, и если вы хотите приучить, конечно, к гигиене, к полосканию. Полоскание – это важно и обязательно. Поэтому обратите внимание на вот этот ополаскиватель для рта для деток, потому что он космический, он со вкусом баблгам жвачки, и Сара его обожает. Он сладкий, потому что ксилитол содержится, и после вкуса тоже сладкая. Нет спирта, он не жжет, рот вообще не жжет, и дети с удовольствием полощат. Плюс он полезный, его даже можно случайно глотнуть, и ничего не будет с ребенком, но лучше не глотать. Я заказала вообще для себя, не только для ребенка, средство для мытья посуды. Это вообще детское, если у вас маленький ребенок, и вы переживаете. Если вы не хотите мыть посуду, детские баночки, химическими продуктами, то обратите внимание на вот это средство. Первое, здесь огромная бутылка, стоит оно недорого. Представляете, вы будете мыть посуду абсолютно натуральными ингредиентами. Здесь вообще химии нет в составе. Вы меня не ругайте, что я в каждом видео показываю спрей для мытья овощей и фруктов. Тут тоже состав органический, натуральный. Где-то на складах хранится, откуда-то везут. Ну, хочется все это смыть очень тщательно. И вот это, ну, такая крутая штука. Девочки, мальчики, закажите обязательно. Я просто обожаю. У кого шалят нервишки? Поднимите руку. Например, у меня вот бывает шалят нервишки. Очень люблю этот порошок. Здесь полкилограмма практически порошка, который растворяется в воде. Нервы немного, нервную систему успокаивает. Ну, нет, конечно, такого супер-вау-эффекта, что вы выпьете, и вы такая сразу, как после валерьянки. Но успокаивающее средство есть, успокоительное средство, расслабляющее перед сном. И когда вы добавляете воду, это все начинает шипеть, потому что происходит как раз-таки реакция. И получается как будто газированный напиток со вкусом малины и апельсина. Очень прикольно. Можно давать деткам, если детки перевозбужденные, и если дети смогут пить, потому что Сара, она не может пить газированные напитки, ей не нравится вот это, когда брызгает в носик. А я могу. И еще такой вот секрет небольшой. Если у вас проблемы со стулом, то вот попьете, все сразу пью. Вообще просто пью. Простите, простите, я не хотела. Итак, девчонки, на сайте iHerb совершенно недавно появились маски Double D. Знаменитый, oh my god. Там такое количество огромных этих масок. Цены вообще просто смешны. И поэтому бегите за масочками Double D. Они хорошие. Если вы никогда не пробовали, можете заказать вот как раз-таки iHerb. Потому что доставка iHerb по всему миру. Я купила антисептическое средство. Первая помощь, если вдруг там, ну, ребенок упал, разбил коленка, там, либо царапина на коже, вы хотите быстро обеззаражить, и там, ну, чтобы все это было окей, супер-пупер. Есть вот такой карманный спрей, travel-версия. По крайней мере, первая помощь, если глубокая рана, если кровотечение, то можно применить быстро. И многие хвалят, мамочки прям очень не нарадуются, которые заказывают много отзывов. И действительно помогает, когда детки активные, часто падают, летают. Тоники для лица я чаще всего заказываю на сайте iHerb. Они мне очень нравятся. Вот этот тоник, он не содержит спирт, он ухаживает за лицом. По крайней мере, у меня комбинированная кожа, и нет никаких аллергических реакций, и ничего не произошло с моей кожей. Мне нравится, как этот тоник ухаживает. Я иногда просто сбрызгиваю лицо, я переливаю в такой спрей маленький. Давно им пользуюсь, и здесь его, кстати, в Штатах очень любят. Ну, что касается помад, гигиенических Carmex, они есть тоже на сайте iHerb. Я их до сих пор люблю. Они, с моими губами, они прекрасно справляются, и они на сайте есть. Кисти для макияжа тоже продаются, Real Technique. Они есть на сайте iHerb, и ссылки на них я тоже оставлю. Много разных кистей по оригинальным ценам. Можете заказать, если вы любите кисточки. Если вы не знаете, какие кисти выбрать, то можете заказать на iHerb. Именно Real Technique. Еще у них есть Eco Toons, по-моему, и Elf. Различные бренды. Посмотрите. Да, и знаменитая вот маска для лица глиняная. Я тоже ее заказала, и мне приехал огромнейший просто объем. Здесь полкило. И, конечно, есть маски глиняные, которые гораздо лучше размешиваются. В этой чаще всего образуются комочки. Можно добавлять масла. Вообще, знаете, как я прочитала, можно делать, если вы боретесь с целлюлитом, чтобы подправить целлюлит, можно разводить эту глину с различными маслами, наносить на бедра и заворачивать под пленку. Я закончила свой рассказ. Надеюсь, я вас не уморила своим монотонным голосом. Иногда сложно что-то вот так долго рассказывать. Кажется, что все вокруг устали от этой речи. Но надеюсь, что вам это видео было полезно, информативно. Вообще, я, когда, еще раз повторюсь, я жила в Казахстане, я без сайта iHerb не могла жить. И я подсадила практически всех своих подруг на этот сайт. Простите, простите, но, честно, мой холодильник забит на 20%, даже, может, на 30% продуктами с сайта iHerb. Полочки мои специи любимые. Я оставлю ссылки на другие видео, на мои заказы с этого сайта. Я даже хлеб вот сюда, в США. Хлеб у них есть такой вот, как бородинский, цельнозерновой. Хлеб заказываю сюда, потому что я не могу практически нигде найти здесь такой хлеб. и мне удобно. Я его закидываю в корзину и хлебушек такой, знаете, 500 грамм я ем примерно две недели. Мне вот так хватает, потому что я ем его одна. Сара, кстати, тоже его любит. Она скучает иногда по черному хлебу. И вообще, очень удобный сайт. Мне нравится, что они доставляют везде. И разные у них есть системы. Вы почитайте. Можно расплатиться, по-моему, и с PayPal, и с карты Visa обычной. И, в общем, удобно. Буду заканчивать это видео. Надеюсь, вам оно понравилось. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите и задавайте их. Я вас всех очень люблю. Целую. Пока-пока.